В Губинском районе Азербайджана реконструируют самое высокогорное село. Хыналык – государственное агентство по туризму, а также местные жители, работают совместно. Их общая цель – улучшить инфраструктуру и сделать населенный пункт еще более привлекательным для путешественников. Камран Гусейнов продолжит. Поскольку село расположено в гористой местности, здесь практически круглый год дуют сильные ветра. И чтобы они не снесли дома хыналыкцев, их строили почти впритык друг к другу. Таким образом, один служит опорой для другого. Многим домам из речного камня и глины утверждают их владельцы не одна сотня лет. Здание обветшали и требовали ремонта. За реконструкцию местные жители взялись сами. В этом доме до меня жили мой отец, дед, прадед, но я первый, кто решил его преобразить. Фактически он разобран и отстроен мной заново. Причем внешне он не изменился, чтобы сохранить исторический облик. А вот интерьер не то что поменялся, а появился. Я обставил дом мебелью, которой раньше не было, сделал пол, провел санузел. Так что теперь дом со всеми удобствами. Инициативу поддержало государство. Всего планируется восстановить 60 домов. Большую часть работ уже выполнили. Восстановительный процесс проводить, конечно, сложно. Особенно, что касается доставки стройматериалов. Потому что их надо сначала привезти из боков в губу, а из губы по крутым дорогам доставить уже сюда в Хыналык. Причем есть стройматериалы, которые у нас в стране не производятся. Их мы закупаем в России. Но все это необходимо, чтобы сделать жизнь жителей Хыналыга чуть более комфортной. Реконструкция должна помочь Хыналыксам заработать на привлечении гостей. Обновленные дома можно будет сдавать. Высокогорное село, несмотря на изолированность от внешнего мира, очень любят туристы. В прошлом году в Хыналыге побывали мои друзья. И мне посоветовали. Я часто путешествую, много всего видел. Но никак не могу насмотреться на местные красоты. Очень впечатляет. Успел побывать и в гостях у одного из местных жителей. Он меня чаем угостил. Так что я в полном восторге. В Хыналыге планируется сделать жизнь более активной. Здесь построят новый музей и торговые объекты. В них местные жители смогут продавать сувениры ручной работы. Кямран Гусейнов, Эльдурнаджафов, Фуад Касымов, МИР24.